Напишите, пожалуйста, кто из какого города. Челябинск, Магнитогорск, Иркутск, Екатеринбург, Владикавказ, Оренбург, Волгоград, Тюмень, Кстово. Отлично! Уже видно, что география довольно широкая. И прежде чем мы начнём с вами разговаривать о сегодняшней теме, у меня будет просьба во время моего разговора в чат ничего не писать, чтобы я не сбилась с мыслью, возможно, я и так собьюсь. А когда я буду просить, наоборот, обратной связи, просьба очень активно отвечать на вопросы. Договорились? И вот сейчас как раз я прошу вас написать в чате, кто с какой целью пришёл в компанию Армель. Какое место вы заняли в компании? С каким видением вы пришли? Напишите, пожалуйста, в чате. Буквально там одним словом, одним-двумя. Можете процент поставить, на какой вы хотите выйти. Сапфир не меньше. Спасибо, Елена, за быстроту. Зарабатывать, мастер, построить мощный бизнес. Отлично! Скажите, а есть, допустим, новички, кто, возможно, там ещё несколько дней в системе, либо неделю ещё не знает ни маркетинга, не понимает, какие тут у нас ступени, для чего они вообще нужны? Есть такие новички? Я четыре дня с 18 октября. Папочку ещё не получила. Отлично, отлично, друзья. Значит, сегодняшняя тема, она будет наиболее актуальна и интересна вдвойне. Итак, сегодня я хотела поговорить с вами о маркетинге. Маркетинг – это то, что должен знать каждый, придя с какой-то целью в компанию. То, что вы должны понимать сами и доносить своим людям. Наверняка вы знаете, да, что в сетевом маркетинге у нас нет ни начальников, ни подчинённых. Приходим мы все в равные условия. Да, всегда у нас есть вышестоящий спонсор, у которого будет большее количество человек, да, в структуре, хотя бы на один, но больше. Но помните о том, что мы всегда можем по результату опередить своего спонсора. Поэтому в этом бизнесе всё зависит от нас, от наших целей, от наших амбиций, от нашего настроя. И мы должны здесь чётко понимать, что мы хотим. Что я хочу до вас донести? Наверняка все знают, что продукция у нас исчисляется баллами. Все это знают, кстати? Поставьте плюсики, кто это знает. Или минусики, кто это не знает. Отлично, большинство знают. Так вот, один балл – это у нас 70 рублей. Соответственно, флакон духов 10 баллов, умножаем на 70 рублей, получается 700 рублей. Это та сумма. С этих денег происходит расчёт комиссионного вознаграждения. Это понимают все, да? Покупая аромат за 880 рублей, расчёт компании нам платят именно с 700 рублей. Это мы должны чётко осознавать. Также у нас в маркетинге есть ступеньки. Вот сейчас перед вами должна быть картинка с нашими ступеньками. 3, 6, 9, 12, 17 и так далее. Возможно, кто-то сейчас, придя в компанию несколько дней назад, неделю, сейчас себя не представляет на самой высокой ступеньке, на 28%. И, как правило, это кажется сначала очень нереально и очень недосягаемо, что, возможно, у кого-то это есть, а у меня вот я не знаю. Смотрите, у нас с первого по 30-е, либо 31-е число месяца начисляется комиссия за объём. За что нам начисляется? То есть есть, грубо говоря, магазин, который мы пользуемся сами и который мы рекомендуем своим знакомым, соседям, друзьям, врачам, учителям. И порекомендовав этот магазин всего один раз, независимо от того, сколько раз человек будет приходить в этот магазин и совершать покупки, и независимо в каком поколении, вам за это начисляется дополнительная скидка от 3 до 28%. Вот если вы поймёте эту мысль и осознаете, то понимаете, насколько мощная машина сейчас стоит перед всеми нами. При том, что сейчас свободная Россия, Белоруссия, Казахстан нужно просто сейчас брать, делать, говорить и занимать своё место на рынке. И я как раз хотела поговорить о важности квалификаций. Вот, допустим, смотрите, для 17% это 4000 баллов. Соответственно, это 400 флаконов, всего 400 флаконов под вами. И у вас уже стабильный доход от 30 тысяч рублей выше и автомобили от компании. Кто хотел бы ездить на белый новый Киарио, напишите в чате в ближайшее время. Есть такие? Я Татьяна Саренбурга написала, отлично. Пошли плюсики. Значит, здесь собрались достаточно амбициозные люди. Меня это очень радует. Если, соответственно, мы закрываем 28%, это 15 тысяч баллов. И чек здесь уже от 100 до 180 тысяч. Правда, здорово? Причём это всего при открытии бизнеса за 1950 рублей. Скажите, вот наверняка здесь есть люди, которые работают по найму, которые ещё не оставили свою основную работу и пришли, возможно, там за дополнительным доходом. Есть такие в чате, кто работает по найму? Поставьте плюсики. Пошли плюсики. Такие люди есть. Теперь ответьте мне на вопрос. Есть ли у вас перспектива в течение года, что вам повысят зарплату до 100 тысяч рублей и выше? На 100-180 тысяч рублей за год может у вас повыситься зарплата? Нет, 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 конечно, 0% нет. Представляете, ни у кого нет такой перспективы. И при этом люди держатся за свои рабочие места и говорят, что это стабильно. А какая стабильность, если нету вообще никаких перспектив, да? Здесь же, что мы с вами? Мы можем дать себе установку просто поработать активно год. Договориться с мужем, с мамой, с братом, с зятем, со сватом. Дайте мне год. Мы активно работаем и получаем результат. Ведь у всех в жизни будет год работы. Он будет у меня, он будет у вас. Вопрос, что мы будем иметь за этот год. И сейчас у нас с вами есть все шансы за год выйти на доход от 100 до 200 и выше тысяч. Поэтому я сейчас на примере вам покажу, как минимально за год и 4 месяца, возможно, кто-то этот путь проделает достаточно раньше. Допустим, я для себя приняла позицию быстрого старта, быстрого движения в компании. Но это не значит, что у всех должно быть так. Но даже при самом минимальном темпе за год и 4 месяца вы можете достигнуть квалификации 28%. Вам надо понять важность ваших квалификаций. Наверняка многие думают поначалу, кто приходит в компанию, чтобы мне закрыть первый уровень 3%, я должна вложить 7000 рублей, соответственно 100 баллов это 7000 рублей, и получу я всего за это 200 рублей. Ну, зачем же мне, зачем мне это надо, где логика? Есть такие, кто думает, особенно новички? Напишите в чате, есть такие, поставьте плюсики. Класс, таких нету. А, нет, много таких пишут. Ну, возможно, нету таких сейчас в чате, да, но среди людей, которые мы проводим встречи, возможно, люди такие часто встречаются. Так вот, я хочу, чтобы вы могли донести своим партнерам и поняли сами важность первой дубликации. Первая дубликация 3%, с нее все и начинается. Смотрите, вы приходите в первый месяц и закрываете 3%. Второй месяц нужно эту квалификацию поддержать. Что такое 3%? Это либо 10 флаконов за месяц, которые мы продали сами. Я могу с уверенностью сказать, что это легко делать, если открывать нашу аромовизитницу и показывать пробники. Это сделать легко, и меня никто не переубедит, что это трудно и невозможно, потому что я делаю это сама. Но даже если вы совсем-совсем не любите продавать, вы можете привезти несколько новичков, которые, допустим, сделают акцию новичка, и у вас закроется 3%. Скажите же, что это более чем реально. Затем, третий и четвертый месяц вы должны будете, соответственно, в третьем месяце 6% закрыть, в четвертом поддержать. 6% это всего 40 флаконов на всю вашу структуру. Это тоже немного, причем, что есть люди, которые сами за месяц продают по 40 флаконов и больше. 5-6 месяц мы, соответственно, делаем 9%. И вот тут по статистике очень многие люди немножечко сдуваются, потому что 6 месяцев это достаточно такой, ну, скажем, срок уже, да, присутствия в компании. И доход на 9%, он может быть и тысяча рублей, а может быть и 4-5 тысяч рублей, все зависит от вашей структуры, насколько правильно, четко вы выстраиваете работу. И вот здесь может показаться, что я в компании полгода, а вышла на доход там всего в 3-5 тысяч рублей. И люди начинают искать какие-то новые возможности, а тем более сейчас их сыпется каждый-каждый день. Вот здесь важно не сменить, скажем, свой курс, а дальше продолжать в том же направлении, ведь вы же дали сами себе слово, да. Соответственно, 7-8 месяц вам нужно закрыть и удержать 12%. Вы должны не остановиться и сделать это. 9-10 месяц это 17%. И вот здесь уже мы получаем хороший доход, 30 тысяч и выше, и самое главное, мы можем уже похвастаться новеньким автомобилем. Поверьте, когда в ваших городах начнут ездить первые машины с логотипом компании, то доверие к вам возрастет, и люди уже сами к вам будут становиться в очередь. Соответственно, дальше 11-12 месяц это 20%, 13-14-25%, и 15-16 месяц это 28%. Вот когда вы научите своих партнеров это понимать, вы никогда не упадете, и ваш бизнес будет стабильно расти. Работает бизнес дубликации. Если я пришла в первый месяц, закрыла 3%, соответственно, я своих партнеров учу тому же самому. Всегда люди будут спрашивать, а ты сама как? У тебя какой результат? И при этом никому не интересно слушать, что я пришла, первый месяц я наблюдала, во второй месяц я заказала папку, а в третий месяц, вот я такая молодец, я закрыла 3%. Нет, только ваш личный пример. Здесь не бывает слова «надо», здесь есть ваш личный пример. Расскажу на своем примере, я пришла, именно сразу я сделала 3%, и в моей команде, уже достаточно такой молодой, уже есть порядка 7 человек, которые 3% закрыли. Соответственно, я к концу месяца сделаю квалификацию 9%, но из них моих 135 баллов. Остальное это объем команды, за что я команде очень своей благодарна. Поэтому здесь нет цели выкупить, допустим, эти баллы. Да, мы можем сделать 3%, вложить 7000 рублей и выкупить уровень. Мы можем и 6% вложить и выкупить уровень. А что будет дальше? Дальше как раз-таки нету стабильности, как закрывать большие уровни. Мы уже не сможем с вами выкупать большое количество флаконов. Поэтому, еще вот хотела сказать о принципе дубликации, это знаете, как если говорить с образным примером, у всех у нас есть дети, да, и нельзя ребенку сказать, так, ну-ка быстро одень тапочки, при этом если мы сами босиком. Никогда ребенок не сделает то, что не делаете вы. Поэтому нужно быть в первую очередь своим примером. И тогда у вас запускается правильная дубликация. Плюс ко всем вот этим вот ступенькам, к доходу от компании, мы можем продавать. Продажи – это быстрые деньги. С одного флакона мы можем получить от 600 до 1000 рублей, да, если мы продаем коллекцию амплуа. Почему бы нет? Это быстрые деньги. Но здесь нужно не забывать, что если мы хотим большой бизнес, мы должны строить и структуру. На одних продажах бизнеса большого не построишь. И тем более, что мало таких людей, которые любят там десятками лет бегать и продавать. Поэтому здесь цель именно рекомендовать этот бизнес. А помните о том, что будут люди, которым бизнес не нужен. Не нужно каждому говорить, что тебе это надо. Ищем потребность людей. Кто-то захочет просто покупать. А из тех, кто захочет покупать, возможно, найдутся люди, которые захотят строить бизнес. Вот сегодня, буквально до нашего с вами вебинара, я проводила встречу с сомневающейся девушкой, которая думает уже неделю, стоит начинать, не стоит. Я ей задала такой вопрос. Скажи, Альбин, сколько ты получаешь на своей основной работе? Она мне говорит, я работаю 6 дней в неделю, причем там чуть ли не до 9 часов вечера, и получает она 13 тысяч. Мы с ней быстренько поделили, и получилось, что в час она зарабатывает порядка около 50 рублей. Я ей привожу конкретный пример. Стою, делаю холодный контакт, девушка зарабатывает, вернее, заинтересовалась продукцией. Пока я ехала домой, она мне позвонила и заказала флакон духов и бальзам для волос. Соответственно, я заработала, ну, 600 рублей точно, да? Скажите теперь, стоит ли этой девушке думать и сомневаться? Стоит ли начинать этот бизнес, если она получает в день за час 50 рублей, а я за 20 минут заработала 600 рублей? Стоит вообще сомневаться? Напишите в чате. Если плюсики поставьте, вы вообще согласны со мной? Остались ли у кого-то сомнения, что не знаю, надо ли это мне? Отлично, вижу ваши плюсики, причем по 3, 5, 10, значит, вы полностью со мной согласны. Нужно понять и принять это, да, и двигаться с этой идеей. И понять, что для закрытия квалификации нужна стабильность. Можно быстро выкупить, а можно стабильно и надежно, да, строить. Вот сейчас у нас с вами заканчивается месяц октябрь. Есть у нас сегодня еще день, завтра. И можно еще успеть сделать то, что вы, возможно, запланировали, и кажется, что это уже нереально. Поверьте, сегодня выходной день. Возможно, кто-то сидит и ждет вашего предложения. Можно поднять трубку телефона, позвонить подруге, соседке, предложить встретиться, протестировать аромат. А возможно, кто-то ждет вот этого вашего предложения. Допустим, как сегодня получилось у меня, да, я поехала проводить встречу и параллельно еще продала аромат. Поэтому все зависит от нас. Нужно просто встать с теплого места, открыть рот, взять нашу аромовизитницу и просто пойти и сделать там 10, 15, 20 контактов. Это несложно, говорю вам на собственном опыте. Есть, возможно, уже те, кто закрыл квалификации, которые хотел. Но, как говорят успешные люди, нужно делать то, что говорит спонсор, и еще чуть-чуть больше. Это позиция успешного человека. Делать то, что говорят, и чуть-чуть больше. Поверьте, поработая сегодня на результат вашего спонсора, такая же точно дубликация будет в вашей системе, потому что вы же тоже захотите роста, и команда будет вас выручать. Сделайте не 3%, не 100 баллов, сделайте 150, 200. Для кого-то 50 ваших баллов могут стать решающие, а для вас эти 5 флаконов будут плюсом к вашему семейному бюджету. Поэтому я вас призываю вот эти последние несколько дней сделать что-то невозможное, доказать себе, окружающим, что вы это можете. Вот как будто бы сегодня это последняя квалификация, которую вам дается право закрыть. И она должна быть максимальной, максимальной, максимальной. А для тех, кто сомневается, вспоминайте сегодняшний мой пример про девочку, которая сомневалась. Естественно, я ей позвонила и сказала, говорю, вот, Альбин, пока ты сомневаешься, мне уже сделали заказ. Она говорит, всё, я уже не сомневаюсь, я оформляюсь. Вот так вот это работает. Скажите, это, ну, в принципе, вот основная мысль, которую я хотела до вас донести, не собиралась занимать много вашего времени, потому что сегодня выходной день, и наверняка нужно уделить внимание деткам, мужу, а кому-то ещё и поработать. Поэтому, если у вас есть вопросы, пишите в чате, с удовольствием на них отвечу. Если у вас вопросов нету, то мне хотелось бы услышать вашу немножко обратную связь, и напишите, пожалуйста, там, одним-два слова, либо каким-то знаком, было ли полезно то, о чём я сегодня рассказала, и повлияла ли моя информация на ваше виденье, ваше дальнейшее действие в компании. Напишите, пожалуйста, обратную связь. Она мне очень нужна. Да, спасибо, очень полезная школа, конечно, полезная информация. Да, полезная, да, полезная, очень. Да, конечно, здорово. Спасибо вам за отзывы. Вот, пошли-пошли ещё отзывы. Ну что ж, тогда я благодарю вас за внимание. Спасибо, что посетили сегодняшнее мероприятие. Ещё раз всем желаю закрытия ваших квалификаций. Ну и удачного всем выходного. До связи с вами была Олеся Селезнёва. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»